Страна богатая, народ нищий. Самим есть нечего, другим помогаем. Что себе позарез, продаём. Что никому не нужно, покупаем. Вот загадка. На неё две отгадки. Либо народ у нас не умный, либо правительство глупое. Проверили нет, всё в пределах нормы. Так в чём же тогда дело? А дело в том, друзья мои, что народ у нас лёгкий, заводной. Нам по логике скучно жить. У нас всё без единого гвоздя, всё держится на тепле и чувстве. Нам про выгоду не говори, про прибыль там, про всякие проценты, про курс доллара. Нам эти волшние законы чужды. Нас можно взять только на слабо. Вот, например, слабо в дерьме жить. Кому? Нам? Вам, вам. Нам слабо? Да вам, конечно. Нам? Да вам. Смотри же, и хоп, по уши в дерьме. Вот так вот, зная наших. Слабо – это великое для нас дело, потому что мы народ лёгкий, заводной. И правительство у нас точно такое же. Лёгкое, заводное. А вот слабо нефть, газ, лес за рубль отдать. За рубль? Да, за рубль. Это нам слабо? Ну, вам, конечно. Нам? Ну, вам, вам. Ах ты поганка. Да набери всё за даром. А ещё вот тебе рыба, икра, и масло. А вот тебе ещё сметана и сало. Вот если мы каким-то чего-нибудь добиться, то нам обязательно надо это делать через слабо. Крипнул вот тут кто-то. А вот слабо многопартийную систему ввести. И смотри, сегодня у нас уже почти 100 партий, объединений всяких там и организаций. Ну, конечно, я думаю, сейчас самое время громко крикнуть. А вот слабо по-человечески жить. Нам? Вам. Нам слабо? Да вам, конечно. Нам? Да вам, вам. Ах ты гнида, ах ты гадёныш. На, смотри. И вот тогда, наверное, может быть, мы начнём жить по-человечески. Субтитры делал DimaTorzok